Здорово, парни! Цель сегодняшнего видео ознакомительная, то есть завтра буду ставить выворот и вот решил сегодня посмотреть, какое деталь вообще есть, вам показать и какой деталь мне не хватает. Ну там по мелочи не хватает, там болтики, гаечки и так далее. Поэтому сейчас сделаю ревизию, чтобы завтра не бегать в магазин, то есть снять старую подвеску и поставить новую переднюю подвеску на классику. Будет выворот, а сейчас все покажу и примерно прикинем, что сколько стоит. Ну брал по дешману, ну сейчас объясню короче, ладно поехали. Итак, смысл в чем? Смысл в том, что при установке рычагов начинается накладываться одно на другое, одно на другое. То есть, например, установил рычаги, вот как данные рычаги для максимального выворота, которых... Ну здесь сошка, здесь максимально спиленная сошка прямая для кастера. Чтобы установить и добиться максимального выворота, которого вы хотите, нужно переходить сразу же на 14-е тормоза, планшайбы, ставить переднеприводные тормоза, то есть переносить их с задней части на переднюю часть диска. Что еще там нужно? Ну давайте, ладно, по рычагам пройдемся. Рычаги, я думаю, видно. Рычаги турботема. Почему были выбраны? Я, в принципе, просмотрел много рычагов. Во-первых, стоимость, самая дешевая стоимость у них. Оборудованы они полиуретановыми сайлентблоками уже. Так, что еще? Ну говорят, что сыплются эти сайлентблоки, не знаю, время покажет. В принципе, уже сезон заканчивается, что-то я протормозил. Еще из минусов, это крепление стабилизатора, потому что я смотрел, что у чувачков из-за стабилизатора не хватает выворота. Но это старые видео были, поэтому все могло измениться. В принципе, собраны рычаги нормально. Ну, есть вопросы к покраске, потому что, например, сошки уже все отбиты. Ну, видно, что порошковая краска. Так что, я думаю, ну, года на два, я думаю, нормально, не облезут. Были упакованы, конечно, стрёмненько. Заказал непосредственно с турботемы. Сначала они стоили 7, я что-то протормозил, и в итоге пришлось покупать их за 7,5. Сейчас они, по-моему, вообще уже 8 стоят, так как курс доллара возрос. Скорее всего, это все производится в Китае, мне так кажется. Но я могу ошибаться. Так, ну давайте, ладно, по комплекту. Комплект у нас, так, идет два нижних рычага. Потом проставка под амортизатор. Два верхних рычага, две сошки, максимально короткие сгоны. И там, я как понимаю, еще гайки. Да, гайки здесь еще упакованы, не буду открывать. Так, после установки рычагов у нас следует переход обязательно на 14-е тормоза. Так, и 14-е тормоза у нас это, чтобы установить их, нам нужны планшайбы. Так, ну тут из двух они сварены, большие. Так, в интернете смотрел, раньше они вообще по 2000 стоили. Сейчас, в принципе, они стоят косарь. Ну, не так больно. Либо это на турботеме они косарь стоят. Не знаю, другие не смотрел сайты, сразу с одного сайта брал. Так, ладно, пошли дальше по креплениям. Установка у нас идет рычага нижнего и верхнего. У нас идут вот такие вот, как они уж называются-то забыл. Ости, короче. Это вот нижняя ось. Ось взял кедр, брал все максимально дешевое. Так, цены здесь, к сожалению... А, вот цена 346 рублей. То есть, я, наверное, на видео смонтирую, сложу всю стоимость. Так, 346 рублей плюс гайки, плюс шайбы. Ну, давайте рублей 500 получаются они вместе с шайбами и гайками. Так, пятихатка. Это у нас идет нижняя ось. Далее. Верхняя ось у меня в машине. Ну, они, в принципе, такие же. Только они идут цельнокруглые. И там уже идут с гайками. Там они стоили по 80 рублей. Ну, давайте по 100 возьмем. Еще плюс 200 рублей. Это что у нас согласно креплениям. Дальше. Крепление амортизатора через вот такие вот переходники. Переходники устанавливаются у нас сюда. По-моему, М10. Надо, кстати, записать. Четыре гайки, четыре гровера М10. Так, четыре гайки, четыре гровера М10. Это у нас идет установка амортизатора. Соответственно, нужны, желательно, купить новые амортизаторы. Я так и поступил. Ну, понятно, что всякие каябы, шмуябы будут лучше. Но я взял вот такие вот самые дешевые, которые нашел. Говорят, красный цвет ускоряет. Так, они мне обошлись комплектом, да? Где-то видел цену. А, вот. Каждый обошелся 462 рубля. То есть, ну, около 1000. 1000 рублей два амортизатора. Амортизатор газомасляный. Амортизаторы газомасляные. Блять. Амортизаторы газомасляные. В комплекте, в принципе, все есть установочные резинки. Так что ничего докупать больше не надо. Так, идем дальше. Так, амортизатор есть. Пружины взял. Нива. Передние. По-моему, 1000 или 1200. Пилить, наверное, не буду сначала. Если что-то пойдет не так, то отпилю два виточка. Как завещали дрифтеры. Так, 1200 у нас пружины. Не знаю, там резинки, по-моему, еще есть. Ну, ладно, за резинками, если надо будет, схожу. Так, шаровые опоры. Конечно, купил бы я трек, но, блин, трек около двух косарей выходит. Я купил вот такие вот ТРТ. Это у нас этот, Узбекистан или кто-то, не помню. Или Корея. Ну, короче, они усиленные. И каждый стоит, ну, 238, ну, 250 возьмем. Они с крепежом уже вместе идут. Сейчас покажу. Взял четыре штуки, все верхние. Так, вот такие вот они массивные. В принципе, выглядят примерно так же, как трек. Здесь вот все с маской забито. Эта херня. Ну, не знаю, силикон, не силикон. Ну, что-то похожее. Главное, что в комплекте есть все крепежи. Потому что есть шаровые без крепежей. Так, шаровые у нас все устанавливаются. Все берутся верхние, во-первых. Так как они имеют ход во все стороны. Бля, ну, тут даже одной рукой не сдвинуть. Так, и углы у них, по-моему, другие, как у нижних. Нижние, короче, они более кастрированные. Так, у этих больше вход. Так, это что у нас выходит? Шаровые. Далее. Обязательно. Сразу уж разделаем. Меняем рулевые наконечники. Вот такие вот рулевые наконечники. Это у нас крафт. 257 рублей. Ну, возьмем тоже по 250. Две штуки. Они одинаковые, лево-право, без разницы. Также в идеале бы еще рычаги поменять. Или как они правильно называются? Рулевые тяги внутренние и среднюю тягу тоже поменять. В идеале. И маятник не начали поменять. Но это ладно, не будем считать. Так что вот эти два по 250 меняем. Это рулевые. Так, как сказал, уже надо переходить нам на 14 тормоза. Соответственно, опа! Нам нужны диски. Диски взял Fenix с охлаждением. Что-то тоже цена более-менее приемлемая. Комплект у нас 868, ну, 1000 рублей, около 1000 рублей. Все брал с MX. По максимально нормальным ценам. Так, тормоза. Суппорта у меня в машине взял бэушные. Бэушки вышли 1200, плюс обслуживание. Около полутора тысяч вышли и два суппорта. Верхние оси тоже у меня там. Так, что у меня еще? Ну, я не стал нести тяжелый смысл. Пружины тоже в машине лежат. Все равно завтра все в машину нести. Так, колодки у нас. Колодки я тоже не парился. Так, это у нас 266 рублей комплект. В принципе, будет скрипеть, пердеть, так не проблема колодки применять. Это, так скажем, у нас на выезд комплект колодок передних. Так как у нас появляется больше выворот, нужно менять шланги тормозные. Это Ниловские шланги. Тоже 181 рубль каждый шланг. То есть это 350 рублей два шланга. И вот, кстати, для них нам понадобится банджо-болт. На, записать. Сейчас запишу два банджо-болта. Так, чтобы ничего не забыть, вот открыл. Так, вот у нас идет верхняя ось, там нижняя ось, крепление. А, вот болты, крепления, нижняя ось еще надо новые. Так, пружины есть. Шаровые есть. Резинки снизу вроде нету как. Так, что у нас еще там? Диски есть, суппорт есть. Это все есть. Ну, наверное, еще на два подшипника сразу поменять ступичных. Ну, там они недорогие. Так, ну, вроде все, что хотел сказать. Ну, еще яйца надо. Яйца от Приоры. Или от чего там еще? От Калины, от восьмерки. Яйца для крепления стабилизатора надо. Если будет задевать, то придется немножко поколхозить. Дабы получить реально максимальный выворот. Да все вроде. А, ну да, еще с переходом на 14 тормоза, соответственно, покупаем у нас 14 колеса. Потому что 13 уже не залезут. Ну, если у вас 13. Ну, вот эти болты уже по факту схожу под их куплю. Когда все будет снято, поеду делать завтра. Это видео буду монтировать, скорее всего, сегодня. Поэтому, ближайшее, скорее всего, в следующем выпуске или через выпуск. Наверное, через выпуск, потому что я хочу еще поездить и вообще... Хочу поездить и вообще потом сказать свои ощущения. Стоит вообще такие деньги тратить на переднюю подвеску или нет? Это я к тому, что, например, можно взять... Ну, вот я сейчас... У меня сделана заварка. Хотел про заварку снять. Надо снять как-то выпуск. Так, ну, свои ощущения рассказать. Вообще, ну, блин, ладно, на потом оставлю. Стоит ли вообще такой максимальный выворот делать? Во-первых, я переживаю за мусоров, за полицменов, полицменов... Не, за мусоров, которые вот доебутся. А за нормальных я не переживаю. Которые остановят и скажут, что у тебя неправильные рычаги. В принципе, эти рычаги сертифицированы, но я думаю, это не доказать будет. И что еще мысли потерял? Ну, вообще, стоит максимальный выворот делать или нет? Я, в принципе, поездил на сбитых ограничителях. Блин, мне так за глаза. Просто кататься по городу там, ну, как... Не по городу, а по выделенным специальным местам. Нормально хватает. Ну, чуть-чуть не хватает совсем. Заварка выручает, жестко вообще выручает. И можно взять что-нибудь, какой-нибудь красноярский выворот, там, тысячи за три. И не надо будет ни тормозов, ничего менять. Одни плюсы будут. Либо переделывать рычаги штатные. Штатный рычаг верхний. Просто шаровую, как я посмотрел, чтобы кастер поменять. Вот, например, шаровая так стоит. Они, по-моему, меняют расположение вот такое. Вот так вот. То есть, отверстия вот так совпадают, но центр смещается. То есть, идет смещение у нас относительно рычага. Только там что-то надо допиливать. Тут что-то вроде ничего не надо допиливать. Ну, здесь отверстия, поди, просто больше. Поэтому здесь не надо ничего допиливать. На штатных надо. А! Что, я туплю-то? Здесь он и так смещен уже. Так, ну, короче, как-то так они поворачивают. И получается смещение кастера. Так же, по-моему, на обе верхних делают. Кто-то говорил, что шаровую можно ставить, типа, все нижние. Типа, это будут они дольше ходить. Не знаю, как дольше ходить. Я думаю, смысл как раз в том и есть, чтобы у них был больше ход у шаровых. То есть, максимальный угол, максимальный ход во все стороны. А нижние шаровые, они работают немного не так. Так, ну, как-то так. В принципе, все, что хотел сказать. Надеюсь, видео не больше 10 минут получилось. Кому-то, не знаю, может, полезная информация будет. Что нужно покупать. По Нива шлангам. А, кстати, все, в принципе, все артикулы я вам показал. От вас 2121. Длинный, то есть он полуметровый. А, банджо-болт и две медные гайки. Вот что еще надо. Еще две медные гайки. Между ними надо ставить. Ну, соответственно, тормозуха нужна. После установки, прокачки понадобится. Ну, а старые рычаги, я не знаю, думаю, скорее всего придется оставить. Ну, по идее, будет демокар. Я думаю, не факт, что будет докапываться. Я не собираюсь там супер как-то летом дрифтить. Летом она будет чисто на музычке. Кстати, по музычке. Блин, Леночка тут носки валяется. Ну, тут, короче, завал. Кому интересно, какой состав музыки будет, давайте сразу после выхода 100 лайков набираем. И, в принципе, я следующий выпуск сразу упускаю о составе системы семерки на это лето. Будет интересно. Давайте. Ладно, всем удачи. Кому понравилось видео, ставим обязательно лайк. Все, подписываемся на канал. Счастливо, пока.